Становая тяга Становая тяга – это отлично стимулирующая общий мышечный рост базовое упражнение со свободным весом, которое является одной из трех основных дисциплин в пауэрлифтинге. Главными работающими мышцами здесь являются бицепсы бедер, ягодицы, выпрямители позвоночника, широчайшие мышцы, мышцы верхней части спины, квадрицепсы, приводящие мышцы и предплечья. Подойдите вплотную к грифу. Стопы немного уже плеч и параллельны друг к другу. Присядьте и возьмитесь за штангу прямым хватом чуть шире плеч. Руки вертикальны, плечи находятся прямо над грифом штанги. Взгляд направлен вверх. Глубоко вдохните и на выдохе начните тянуть штангу. Отрыв должен быть плавным и равномерным. Не старайтесь дернуть ее с пола. В начальной фазе движения гриф скользит вдоль ног. После того, как штанга пройдет колени, полностью выпрямитесь и максимально сведите лопатки. Опускать штангу также нужно довольно медленно. Начните движение вниз с отведения таза назад. Гриф скользит вдоль бедер. Поясница прогнута. Лопатки остаются сведенными. Пройдя колени, присядьте и коснитесь блинами пола. Будьте предельно внимательны во время выполнения становой тяги. Представьте, что вместо подъема штанги вверх, вы изо всех сил вдавливаете ноги в пол. Это поможет вам сильнее сконцентрироваться и правильно выполнить движение. Следите за поясницей. Она всегда должна быть прогнута. И, конечно, сохраняйте плавность как при подъеме штанги, так и при ее опускании. На вдохе медленно вниз, на выдохе мощно вверх. При выполнении становой тяги сплинтов штанга находится не на полу, а немного выше. Таким образом, амплитуда становится меньше. Этот вариант используется для дополнительной тренировки верхней фазы движения. Либо если у вас ограничена подвижность тазобедренных суставов и вы не в состоянии опускать штангу до пола, не сгибая позвоночник. Если вы не будете выполнять становую тягу с полной нагрузкой чаще, чем раз в неделю, то это упражнение практически не угрожает вам травмами. Но если вы опасаетесь за свой позвоночник, то при работе с тяжелыми весами используйте специальный пояс. Часто используемый при выполнении становой тяги разноименный хват нужен для того, чтобы удерживать руками тяжелую штангу. Однако при этом возникает крутящий момент, который незаметно для вас переносится на позвоночник. Тем более силу хвата и предплечья гораздо лучше развивает обычный прямой хват ладонями к себе. Не круглите спину. Не отбивайте штангу от пола. При подъеме таз не должен обгонять туловище. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...